День с толком Барнаульцы хотят привлечь к ответственности водителя, который сбил щенка и оставил умирать на дороге. Ожирение и курение в 12 лет. Маленькие жители края все чаще обращаются за помощью к кардиологам. В 14 часов в Барнауле тушили шестиэтажную мебельную фабрику. Здание сгорело дотла, пострадавших нет. Пожар, охвативший почти 7 тысяч квадратных метров, привлек внимание даже федеральных СМИ. Как сообщает МЧС, возгорание началось на верхних этажах, и огонь стремительно распространялся. Из здания эвакуировали сторожа. Перед пожарными стояла задача локализовать огонь и не допустить его переход на соседние объекты, где были емкости с горюче-смазочными материалами, что в промзоне не редкость. Спасатели отмечают сложность условий работы, высокой температуры, большое задымление, которое видели даже в других районах города, а также угроза обрушения поврежденных огнем конструкций. Чтобы тушение не останавливалось, на место приехали два пожарных поезда. Всего в ликвидации пожара участвовало больше 140 человек и 54 единицы техники. Открытый огонь локализовали лишь сегодня в 7.30 утра. Причину возгорания предстоит установить. Известно, что сгоревшее предприятие было крупнейшим в своей отрасли в Западной Сибири, а ущерб, который еще только предстоит оценить, может сказаться на местном рынке мебели. А чтобы не допустить ущерб здоровью горожан, специалисты Роспотребнадзора вчера и повторно сегодня взяли пробы атмосферного воздуха в трех точках города, входящих в зону влияния пожара. Вердикт специалистов – можно дышать спокойно. Это улица Малахова и улица Антона Петрова. Согласно полученных результатов лабораторных испытаний проб атмосферного воздуха, превышений не обнаружено. 2 октября во всех городах страны зазвучат сирены и громкоговорители. МЧС сообщило о проверке системы оповещения. Услышав звук сирены, гражданам необходимо сохранять спокойствие, не паникуя включить любой теле- или радиоканал и прослушать информационное сообщение. Такие проверки позволяют убедиться в работоспособности оборудования и готовности дежурного персонала к возникновению угроз и чрезвычайных ситуаций. Ожирение, курение в 12 лет и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты Краевого центра общественного здоровья диагностировали немало проблем с сердцем среди подростков за последние годы. О неутешительной статистике расскажем в следующем сюжете. А еще вопросы про давление, вес, питание. Прием врача без мамы-пап прямо в классе. Так, с 2019 года Краевой центр общественного здоровья обещает школу региона, чтобы обследовать 12-летних детей. Пристальнее всего врачи наблюдают за сердцем. У меня у самой аритмия, поэтому хотелось бы знать, как у ребятишек дела обследуют. По словам врачей, в 11-12 лет организм ребенка совершает переход во взрослое состояние. И в этот период можно сразу выявить отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. А проблемы молодеют. 20% детей Края по итогу обследований имеют лишний вес. Полненьких мальчиков сейчас даже больше, чем девочек. Ожирение, гипертония, курение, хронические заболевания – все это нагружает работой сердца и сосуды. Чаще врачи выявляют все-таки факторы риска. Но реальные заболевания 12-летним тоже ставят. Это очень нередко бывает, когда мы выявляем у деток и сердечно-сосудистые заболевания, направляем для дообследования к кардиологам. И есть у нас те детки, которые направлены в федеральные центры и получили уже лечение. И таких детей больше 15 человек. Это за какой период? С 2019 года. Если специалисты находят отклонение от нормы, ребенка направляют на дообследование и наблюдают за развитием его состояния. Многие болезни, которые могли бы развиться, в 12 лет успешно корректируются. Не только родители сталкиваются с этой проблемой обследования, либо корректировки здоровья ребенка, но и школа готова помочь и родителям, и центрам медицинских образований. Отклонения по ЭКГ за все время реализации проекта выявили у 22% детей. Обычно врачи рекомендуют юным пациентам следить за питанием и спортом и менять привычки проще тем, у кого перед глазами хороший пример. Еще гантелями занимаюсь. Сейчас пятерку на предплечье делаю. У меня у брата, когда он напрягает, у него она вот такая большая становится рука. Я так же хочу. Перелом кости таза, несколько переломов лапы, внутренние кровотечения. На Зминогорском тракте водитель автомобиля сбил собаку и скрылся с места происшествия. Неравнодушные барнаульцы отвезли четвероногого в клинику, где ему оказали первую помощь и провели обследование. Подробности выясняла Юлия Щепина. Поступила новая сбитая собачка, перелом костей таза, перелом большеберцовой и малоберцовой кости. С такими травмами беднягу нашли на проезжей части на Зминогорском тракте. 22 сентября мы ехали по Зминогорскому тракту и увидели буквально на середине дороги, вот на двойной сплошной, лежит собачка сбитая. Она просто лежит прямо на середине дороги и кругом разбросаны части бампера. Водитель авто, который сбил щенка, оставил место происшествия и уехал. Жалко, что есть такие люди. И удивительно, как они потом поехали, спокойно уснули, ели, пили, когда животное, которое они сбили, лежит на дороге в такой опасности, в боли. Настолько было плотное движение машин, что буквально каждую секунду эту собаку мы могли наехать на нее или сбить вторично. Однако много людей, подчеркивает женщина, не проехали мимо, а остановились помочь. Причем какое-то время собаку не могли поймать, но проходившие мимо кинологи справились без труда. Эту собаку мы взяли и повезли в клинику, где нам уже обследование все сделали, анализы, рентген. И мы поставили диагноз. И мы откликнулись, конечно же, наша ласка. Спасибо им большое. Мы им позвонили, сказали, что такая ситуация, так как это был прям уже глубокий вечер, потому что в клинике мы сидели, наверное, до двух часов ночи. Щенку около полугода. Сейчас ожидается консультация доктора, после которой будет понятно, нужна ли собачке операция по восстановлению кости или нет. И, конечно, люди хотят справедливости, а именно привлечь виновного к ответственности. Ведь сотрудники госавтоинспекции нашли нарушителя. Почему не удалось привлечь его к ответственности? По действующим законодательным нормам выявлено отсутствие состава. Собака бездомная, поэтому хозяина у собаки нет. Сейчас дело мы не останавливаем на этом. Мы связались с одним из ведущих юристов города Барнаула. Юрист готова заняться этим делом и более глубоко, более детально его рассмотреть. Со слов Михаила, виновник ДТП, молодой человек 23 лет, объяснил свое поведение испугом. Но в лечении собаки участвовать отказался. Необходимо восстановить справедливость по той причине, что на наше предложение помощи собачонке человек не отреагировал никаким образом. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Битвы программистов, дискуссии про искусственный интеллект и представления своих проектов инвесторам. 3 октября в Барнауле стартует 17-й региональный форум, посвященный IT. Подробнее о том, какие площадки будут представлены и какие темы обсудят эксперты, расскажем далее. 3-4 октября в Барнауле пройдет 17-й региональный форум IT-трансформации. На нем соберутся эксперты разных сфер экономики, связанных с компьютерными технологиями. Помимо обсуждения насущных проблем отраслей, будут представлены интересные решения, в том числе от алтайских программистов. В этом году, ну вот, уже сказали, что основными направлениями это будет информационная безопасность, современная IT-инфраструктура и работа IT, мифы и реалии. То есть, каким образом, как это все работает. Я уверен, что в этом году получится тоже интересная дискуссионная работа внутри форума. Дискуссии ожидаются в интерактивном формате, с применением тех же ботов для голосования. В целом, будет отдельная площадка для разных обсуждений. Интереснейшие темы касаются идентификации физических лиц во всемирной паутине и проблем с передачей и обменом персональных данных при оказании услуг в интернете. Однако, помимо разговоров, будут и игры. Будут проводиться командно-штабные учения, которые будут давать какую-то ситуацию. Будут четыре команды собраны. Ситуация, ваш сайт атаковали, или ваши данные, база данных скомпрометирована, ваши действия. И, соответственно, каждая команда будет вырабатывать уже организационно-административные действия, которые они, как управленцы, должны принять. Еще будет игра, где программистам предстоит отбиваться от хакерских атак другой команды. А в лаборатории идей можно будет представить свой IT-проект экспертам или возможным инвесторам. Все эти активности будут 3 октября. А уже 4-го организуют выездное заседание Совета торгово-промышленной палаты РФ. Оно будет посвящено теме безопасности объектов информационной инфраструктуры. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. В селе Ая Алтайского района прошла благотворительная ярмарка, направленная на поддержку бойцов СВО. Интересной особенностью мероприятия стало то, что на нем работали волонтеры как из нашего региона, так и из Республики Алтай. В программе концерт, выставка трофейных предметов из зоны спецоперации, мастер-классы по заливке блиндажных свечей и плетению маскировочных сетей. Также гостям продемонстрировали сборку квадрокоптеров и 3D-печать. Некоторые посетители написали письмо солдату и поучаствовали в благотворительной лотерее с призами алталтайских мастеров. В общей сложности в поддержку СВО удалось собрать почти 100 тысяч рублей. В селе Монжирох в Республике Алтай открыли реконструированный Дом культуры. Однако изюминка объекта стало не само здание, а территория, на которой построили детскую площадку, тренажеры и даже скейт-парк. Подробнее о проектах и развитии сел в Майминском районе расскажет Данил Кузнецов. Концерт в Монжирохе Майминского района, в том числе с Государственным оркестром Республики Алтай, неспроста. Именно музыкальными номерами праздновали завершившуюся реконструкцию нового сельского дома культуры в Монжирохе. По словам местных жителей, его обновления ждали почти 10 лет. Искали, не можем найти этот проект мой, не можем найти. Оказалось, его просто положили под сукно, назвали его просто СДК. А кому сейчас СДК? Никому. А парк культуры и отдыха потерял, обезличен, все. Как утверждают жители, еще до 70-х годов, перед тем, как появился Дом культуры, здесь был парк с озером, где плавали утки и гуси. Однако вскоре все заросло бурьяном. Эту зеленую зону инициаторам и хотелось возродить в первую очередь. И все получилось. Теперь на территории есть все удобства. Лавочки, детская площадка в виде корабля, тренажеры и даже скейт-парк. Да, я катаюсь, там очень удобно и падать не больно, потому что бетонное покрытие в некоторых, покрытие деревянное, там прям ноги, руки стираешь, а тут хорошо, и упасть не больно, и фигуры интересные такие. Вообще в Майминском районе в последние годы сделано много подобных проектов. К примеру, отремонтировали Дом культуры в селе Верхкарагуш, построили новый модульный клуб в населенном пункте Бирюля. Но вишенка на торте – это, конечно, Манжерокский ДК и его территория. Обновленное здание Дома культуры – это место, где традиции совмещены с современными условиями для творчества. На реновацию здания было направлено около 80 миллионов рублей. И уверен, что Манжерокский Дом культуры станет центром проведения творческих мероприятий, концертов и выставок, объединив тысячи талантливых жителей нашей республики. Кстати, о выставках разных уровней. Их здесь собираются проводить теперь постоянно. Ведь место позволяет разместить свыше десятка различных картин. Также реконструированное здание идеально подходит для различного рода собраний. В будущем власти хотят также отремонтировать Дом культуры в селе Подгорное. И сделать модульный клуб в населенном пункте Средний Сайдыс. Мы стараемся развивать капиталити клубы, открывать новые клубы именно в малых селах. Потому что все мы понимаем, если есть Дом культуры, если есть школа, то село будет жить. А для нас это главное, чтобы люди не уезжали с села, оставались здесь, на своей малой родине. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле сегодня появилась аллея из девяти больших туй, посвященная адвокатам. Ее заложили в парке Изумрудный. Инициативу по созданию проекта проявила Адвокатская палата Алтайского края. По задумке, аллея станет памятью об ушедших коллегах, гордостью для работающих сейчас и надеждой для будущих юристов. Добавим, на сегодняшний день в Адвокатской палате региона числится более 750 экспертов. Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Применительно к Адвокатской палате мы построили свой дом, создали Адвокатскую палату. Мы ростим свою смену молодых стажеров, молодых адвокатов. А сегодня пришло время выполнить третий, можно сказать, завет – посадить деревья, дерево. Подпевали в унисон. В парке Изумрудный прошел квартирник с участием популярных барнаульских музыкантов. На концерт пришли десятки жителей и гостей краевой столицы. Подробнее о талантливых ребятах и их творческих номерах расскажет Валентина Аскерова. «Сансара, наше лето, позови меня с собой, выйду ночью в поле с конем» – песни, которые знает каждый, звучат в амфитеатре парка Изумрудный субботним вечером сентября. Любимые композиции исполняют известные музыканты во главе с Александром Хромовым. «Мы пойдем соем по полю вдвоем, мы пойдем соем по полю вдвоем». Музыка Александр горит с детства. Закончил музыкальную школу, пошел в звукорежиссеры. Но пение не отпускало. Вот только долгое время мужчина выступал в кругу родных и близких. И лишь недавно вышел на широкую публику. «Это было 6 мая, я сел на памятник возле, в Изумрудном, возле памятника Кузнеца и начал играть песню «Летний дождь» Талькова. Проходящая мимо пара сказала, а какую вы сейчас песню играете? Я говорю, вот играю композицию «Летний дождь». «Слушайте, как классно, вы не хотели выступить на сцене?» Я говорю, да, как-то я стесняюсь. Но стеснение улетучилось. С первыми же аккордами публика встретила тепло. Сегодняшний концерт под открытым небом уже третий по счету за этот год. Зрители отслеживают афишу и специально приходят на концерт Александра и его товарищи музыкантов. Гости концерта, конечно же, подпевают. «И вагон плацкарный я нес в новую какову». Нам очень нравится обстановка, атмосфера такая семейная, может, стружественная, дружественные посиделки. Нам очень нравится, что в нашей культурной столице такие замечательные люди живут и нас радуют. «Очень приятное сочетание осень, музыка, гитара. Ну, вообще, в принципе, мне очень нравится, что Парнаул стал устраивать такие мероприятия. Людям нужно отдыхать душой». В «Изумрудном» концерты проходят регулярно, поэтому отслеживайте афишу и приходите в парк. «Ты меня с собой, я приду сквозь свои ночи, я правлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты». Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». Берегите себя и до встречи в эфире. Берегите себя и до встречи в эфире.